Всем привет, друзья! Это канал Диктатура Закона. Ни для кого не секрет, что у нас в Казахстане по одной и той же ситуации могут вынести совершенно разные судебные решения. Представьте себе, что ваш сосед обратился с иском в суд, и в его пользу суд вынес соответствующее решение. А обратившись по такой же ситуации, вы проиграли. Давайте разберемся, по какой причине так происходит. Лично по моему мнению, при соблюдении одинаковых условий судебные решения должны быть аналогичными. Даже глава государства говорил о том, что при соблюдении одинаковых условий выносятся совершенно разные судебные решения. А это все порождает негативную реакцию со стороны граждан. И по этим условиям наши граждане судят, что суды у нас коррумпированные. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Далеко ходить не надо. Компания осуществляет предпринимательскую деятельность. К ней приходит работник, предоставляет документы, диплом образования, проходит аттестацию и принимается на работу. Компания дальше осуществляет свою деятельность в области технадзора. Но при осуществлении этих работ выявляется, что у работника поддельный диплом. В таких ситуациях вся ответственность за предоставление и использование подложных документов возлагается только на этого работника. Но у государственных органов мнение совершенно другое. Они обращаются в суд и признают всю компанию недобросовестным участником. У меня имеются 10 судебных решений, по которым в удовлетворении иска было отказано. То есть суд посчитал, что здесь имеется вина работника. Компания в этом не виновата. И она не может нести ответственность за своего работника. И по этой причине суд вынес решение в пользу компании. Но с другой стороны, у меня есть другой судебный акт, который вынесен был судом города Нур-Султан. И по нему иск удовлетворили. Компанию признали недобросовестным участником. Здесь у меня 10 судебных актов в пользу компании. И лишь один судебный акт против. При всем этом, здесь точно одинаковые условия. Одни и те же стороны. Я, конечно, не фемида, но вес и разницу чувствую. На сегодняшний день ТО Ай-Имирке обратилась в Верховный суд. Для того, чтобы отменить один единственный судебный акт. Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в защите своих прав. Не сомневался в справедливости судов. Ключевую роль здесь играет формирование высокопрофессионального и неподкупного судейского корпуса. Все это делается для того, чтобы привести все в соответствие. Потому что по одинаковым условиям должны выноситься одинаковые судебные акты. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Мы обязательно будем следить за этой ситуацией. И по результату рассмотрения ходатайства обязательно сообщим вам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok